Всем доброе утро! С вами программа Разбудильник. Пришло время для нашего гостевого включения. Встречайте у нас сегодня гости по-настоящему звездные. Итак, Денис Плехов, тренер Федерации Жек-Пи-Жек. И Александр Остапов, серебряный призер Чемпионата мира по Жек-Пи-Жек. Чемпион Азии, чемпион Казахстана по ММА. Обладатель Кубка Казахстана по ММА. Чемпион Казахстана по боевому джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-дж И похвастаться нам, показать, как понимаю, этот год стал для Александра одним из самых таких вот действительно результативных и значимых. Скажите, Александр, какая победа вам запомнилась больше всего? И, Денис, прокомментируйте, какие победы еще достойны внимания? Ну, в первую очередь, конечно, самая такая значимая победа, это, конечно, Азия. Потому что там я стал первым. Я как бы шел к этому, доволен, остался своим результатом. Ну и где медаль среди этих всех именно чемпионатов? Это вот желтенькая медаль. И, конечно же, вот к чему шли непосредственно, это к чемпионату мира. Чуть-чуть не дотянули до золота, но как бы… С золотым отливом. Ну, серебро-то тоже далось вам… Да, это тоже неплохой результат считается, потому что все-таки чемпионат мира. Поэтому я считаю, что это очень хорошо. Денис, как дались эти победы Александру? Очень непросто. Близкие знают, какой ценой это все досталось. Но благодаря сплоченной команде и, в первую очередь, духу Александра, мы все преодолели. Результатом довольны. То есть понятно, что мы, наша федерация максималисты, мы всегда едим за золотом. Но бывают моменты, когда, скажем так, победитель всегда один. На этот раз по итогу я доволен. Федерация довольна. Не только Александр, но нашу область представлял еще Максим Коновалов. Отдельно ему спасибо и привет. Бронзовый призер, он чемпионата мира. То есть это был первый чемпионат. И, грубо говоря, для всех Кустанай, как маленький провинциальный город. И оттуда два человека заявилось. Два призовых места наше. Два призовых места. Финал, бронза, серебро. То есть это, в принципе, из двух человек. Это очень хороший. Сто процент по медалям, это сто процентный результат. Как проходил чемпионат? Очень хорошо. Он проходил в городе Атерау. Было все, скажем так, очень красиво сделано. Очень широко освещалось. Приехали более 10 стран. Мы там познакомились и с монголами. Якуты даже представили Российскую Федерацию часть. Все было хорошо. Хорошая атмосфера. Да, вот фотографии с чемпионата мира. То есть очень приятно, когда люди с маленького городка. По лицам видно, что мы довольны результатом. Максим Коновалов. То есть очень приятно, когда наши парни одевают флаг Казахстана. И все узнают. То есть все должны узнать этих ребят, героев. Потому что первый кубок. То есть мы творили историю, скажем так, на этом чемпионате. И очень все хорошо. Все понравилось. А кто взял золото на чемпионате мира? Получается, у Александра весь парень с Узбекистана. Это немножко наша американская история. С Узбекистана парень. То есть даже оба наши, скажем так, поражения. Александра в финале, Максима за выход в финал. Они до сих пор обсуждаются. То есть мы не просто проиграли, а судейскими спорными моментами. То есть мы не любим вот это все бумажного лакита. То есть мы судим по результату. Вот чемпионат Азии. Вот, допустим, тренера. Это все Кустанайской области филиалы. Команда всегда выезжает. То есть по количеству медалей видно, да, что всегда в лидирующих позициях выезжаем. Ставим только максимальные цели. И будем работать дальше. Как я понимаю, у Кустанайской федерации Азик-Пежек очень хорошее положение, да, среди вообще казахстанских федераций и среди федераций мировых. Да, получается, президент федерации, Рауф Алиев, на Казахстане даже шуточно подходит, спрашивает, чем вы кормите своих спортсменов. То есть мы берем качеством, не заявляем 30, 40, 50 человек, да, а везем точечно, то есть те, кто ставится план по медалям. И, получается, эта федерация вот в течение года по всем возрастам, начиная от детей до взрослых, на трех чемпионатах Казахстана была первая, вторая и третья, соответственно, в зависимости от возраста. Но, если сравнивать с другими видами спорта, небывалый успех. То есть обычно кто-то там детишек с возик, кто-то юниоров. У нас получилось так, как календарь пошел, как мы покатили-покатили и докатили до всех пьедесталов. Скажите, пожалуйста, Александр, планы у вас какие на будущий год? Продолжите ли вы выступать, либо займетесь тренерской деятельностью? Так же буду выступать пока. Пока главная цель не будет достигнута? Есть еще кое-какие цели, но их вслух лучше не надо. А спортсмены суеверные? Да, я суеверный. Поэтому, если будут результаты, вы обязательно увидите их. Обязательно увидите. Скажите, пожалуйста, Денис, подводя итоги этого года уходящего, кого еще можно отметить как действительно звездного спортсмена, кроме Александра? Наверняка есть еще звезды. Всех перечислять времени много. То есть у нас... Все 500, все звезды. Ну, то есть все, кто выступает, где-то был засвечен. То есть сейчас очень все век технологий просто. Вводишь имя, фамилию и вылезает данные. Просто у нас более 15 чемпионов Казахстана. Все достойные ребята. То есть про взрослых. То есть детский спорт мы немножко оставляем в плане сейчас эфира, потому что это было освещено на местном уровне. По взрослым, то есть 15 мастеров спорта, 30 человек, кандидаты мастера спорта, вот, отмечая крупные турниры, то есть, да, Максим Коновалов. Мы, получается, фотография мелькала, когда поехали в Америку посмотреть опыт, потому что все равно Америка впереди планеты всей. И хотя бы как-то глазком, как готовятся ребята. Прошли сбор, и получилось, что не просто сбор, а еще предложили поучаствовать в соревнованиях. Поэтому вот фотография мелькала. Про себя, конечно, нехорошо говорит, но тренеру можно. То есть с Америки мы привезли золото. Федерации Жиг-Пи-Жек. До этого, ну я тоже сильно не припомню, чтобы кто-то у нас с Америки так далеко привозил через океан еще и золото. То есть не просто медаль, хотя любая была бы успех. Поэтому звезды звездами, но я как тренер не люблю выделять. Мы работаем командой. То есть если у нас выступает один или два человека, мы всегда стараемся поехать всей командой. То есть, к примеру, начиная с 2015 года, выступает пять человек, еще 15 человек едет поддержка. То есть это друзья, чтобы была легкая атмосфера, чтобы никто не переживал, потому что каждый спортсмен свой верный и настраивается по-своему. Но вот Александр, Максим, я, другие ребята, нам важно дружеское плечо. То есть все, что мы умеем, умеем. Нас уже переучивать под пенсионный возраст смысла нет. Поэтому нам главное, чтобы там пошутить, посмеяться. Так получилось и с Азией, и с чемпионатом мира, и со всеми кубками остальными. Много человек едем, и результат, я думаю, налицо, на столе. Александр, вам есть чем сравнивать? Скажите, пожалуйста, чем зик-пи-жик отличается от других видов единоборств? И почему именно он вам так на душу лег, по-моему? По-моему, действительно, любимый ваш вид единоборств. Ну да, так можно сказать. Ну, чем отличается? Там правила в принципе, в принципе, одни. Ну, есть кое-какие мелочи, там, отличия очень небольшие. Поэтому мы так легко, я как бы, я занимался вот одним видом спорта, потом другим, мне было легко перестраиваться. Ну, а так, в общем, принцип один и тот же. Ну, я слышала, что именно зик-пи-жик очень зрелищный и с минимальной травмоопасностью. Правда, не правда? Ну, я бы не сказал, как можно сказать, любой вид спорта может быть травмоопасным. Ну, это не без этого. А чего за это? Даже на тренировке можно, если, допустим, неаккуратно что-то сделать, можно повредить себе что-то. Ну, для этого проводятся вот и тренировки. Для этого мы тренируемся, чтобы этого не было. То есть, надо все это нарабатывается с годами, с годами потихонечку. Все, не все сразу. А после того, когда ты готов, как бы, я думаю, что, ну, не такой он травмоопасный, как бы, вид спорта. Как-то так. Денис, насколько травмоопасный действительно зик-пи-жик? Спрашиваю, как мама, потому что, действительно, мальчики сейчас выбирают вид спорта, вид, естественно, каких-нибудь войнушек для себя. И, естественно, вопрос очень актуальный для мам, для родителей, какому тренеру отдать, какой вид единоборств выбрать, чтобы, действительно, травматики было минимум, а результатов, естественно, побольше. Не только в плане медалей, но и в плане каких-то качеств, которые формируются в ребенке в процессе занятия. Чтобы, действительно, мужчина вырос настоящий. Если бы вы были у нас на тренировках, вы бы поняли бы, ну, почему она не травмоопасна. Потому что проводятся даже такие моменты, как учат, даже падать учат у нас на тренировках. Поэтому, ну, вот Денис может подробнее, ну, как бы, про это, про все рассказать. Все зависит, в первую очередь, от тренера. То есть, да, если не тот человек тренирует не тот вид спорта. Как понять, что он не тот? По результатам и по подходу. То есть, можно прийти на одну тренировочку и посмотреть подход, нравится ли ребенку, не нравится, что он говорит. То есть, лучше всего дети контактируют, в первую очередь, с родителями. Да, то есть, когда приходят, видят взрослого мужчину, кто-то может потеряться, кто-то скажет, я боюсь дяденьку, там, да, ну, начиная с возраста. Но сейчас молодежь очень вся настроена на боевые виды спорта. В контактных, как правило, всегда есть возможность получить травму, да. То есть, особенно в детстве, когда еще что-то не сформировано. Поэтому зависит от подхода. Если тренер квалифицированный, травматизм будет минимальный. Можно сказать, только по глупости, да. То есть, сразу никто ребенка не будет в клетку запускать, да, чтобы его там били, добивали и так далее. То есть, поэтому у нас разработана программа федерации. Мы проводим сейчас, в этом году, кстати, хочу отметить, велись такие турниры «Начинающий боец». То есть, в наше время, когда мы занимались, начинали лет 20 назад, да, было такое, что я помню свои первые соревнования. Я занимался там неделю. Выхожу и попадаю в первые схватки на мастера спорта международного класса. Встреча длилась недолго. Я ее запомнил навсегда. Но после этого, то есть, кто-то может сломаться, да. То есть, представляете, да, ребенку попасть сразу под такой каток. У нас же проводится турнир «Начинающий боец». В нем приняло участие более 200 ребят из Кустанайской области. Условие было, что минимальное занятие до полугода, чтобы у всех был примерный уровень. Я вам скажу, по атмосфере, наоборот, не было никакого напряжения. Детишки все горели, глаза горели. Им нравилось, потому что им объяснили, что там не будет суперсильных ребят. То есть, все такие же новички, вы просто померитесь силами. Травматизм, чтобы не сглазить, не было травм. Все остались довольны. Этот турнир мы хотим сделать регулярным. То есть, набираются группы новички, продвинутые и профессионалы выступающие. То есть, будет отдельно турнир по новичкам, по середнячкам, скажем так, и формирование основной сборной. Поэтому с таким подходом он немножко, можно сказать, на Западе его давно уже практикуют. Там не сводят суперсильных с супернесильными, скажем так. Поэтому переживать не стоит. У нас сейчас филиалы, фотография была, что во всех, в Аркылыке есть филиал, да, поселок Октябрьский, Уликоль, Рудный, Лисаковск. У нас в Кустанай только четыре клуба, да. Поэтому можно посмотреть в один, привести во второй, в третий. Вся наша дружная семья, команда работает вместе. Все соревнования, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Поэтому мы коллегиально собираемся. У нас конструктивный диалог. Каждый выдвигает свои позиции, предлагает что-то. Ну, то есть, недочеты мы убираем. Каждый соревнований стараемся провести лучше и лучше, с минимальным травматизмом, чтобы всем нравилось. Господа, скажите, а какие качества формируются в человеке, когда он занимается, ну, вот именно же к пизекам? Ну, нельзя так сказать, что именно вид спорта, прежде всего, от человека, от самого, как бы, зависит, какой он должен, ну, каким он должен быть. Ну, вид спорта, конечно, спортсмены, они, как бы, более порядочные ребята, как бы, скажем, это их не сравнишь, конечно, с ребятами, которые в подворотне где-то там курят или выпивают, там, или еще что-то. Ну, прежде всего, как бы, патриотизм в спортсмене в первую очередь, патриотизм, любовь к родине, то есть, мы все, как бы, с достоинством, с гордостью выносим флаг Казахстана, когда выступаем. Вот, потом, ну, мужество, наверное, такие вот самые основные качества, вот эти. Самые важные, наверное, в человеке и в мужчине в качестве. Да, потихонечку, действительно, человек становится намного, как бы, смелее, если так можно сказать. Увереннее в своей силе. Увереннее, да. Александр, ну, знаю, что впереди у вас много всяких замечательных задумок, много планов. К сожалению, не поделились с нами, но, думаю, Денис не такой суеверный, и за весу тайны приоткроет, какие у Федерации все-таки планы, на Александра в том числе, на следующий, 2018 год. Готовимся. У нас будет один выходной, 1 января. То есть у нас традиция 31-го, хоть уже намекают, что из дома скоро выгонят, да, за такой фанатизм, но 31-го тренировка и 2-го начинается процесс. Календарь большой, потому что ЖКПЖК в реестре национальных видов спорта в группе А на первом месте. За это отдельное спасибо и областному управлению спорта, и городскому департаменту, потому что они поддерживают, они финансируют, поэтому все календарные планы, они со своей стороны нам помогают, мы со своей стороны не привозим никогда пустые места, поэтому тут взаимобольшой план мероприятий, все чемпионаты по любым видам спорта. То есть, знаете, такой момент, нам скидывают положение со смежных видов спорта. Это ММА, грепплинг, джиу-джитсу, неважно, да. Если сейчас мы чувствуем, что команда готова, и у нее пока нет турниров других, мы отправляемся туда, и мы всегда приезжаем с медалями. Не хотелось бы сглазить, но обкатка у нас есть, скажем так, ребят, у нас никто не засыхает, не стоит на месте, поэтому в федерации также есть очень много людей, которые мастера спорта, в других рукопашный бой, джиу-джитсу, грепплинг, то есть выступать, выступать, еще раз выступать. Я знаю, что у вас есть какая-то своя собственная индивидуальная стратегия, как готовить будущих чемпионов, и как правильно возить ребят на соревнования, опять же, чтобы снизить уровень травматики, и понимая, что все продумано, да, и чтобы результаты были соответствующие. Да, то есть пока мы привозим результаты, значит, наша программа работает, да, не хотим хвастаться, что-то, это все видно, у нас просто точечная подготовка идет, то есть мы выбираем команду, там, небольшую, да, 3, 5, 7, 10 человек, и индивидуально вся наша большая команда по области, около 500 человек занимается GPJEC, и на время подготовки мы выбираем самых подготовленных ребят, и их готовим. Спарринг-партнеры, по питанию, по диетам, все продумано, то есть до соревнований мы делаем свою работу, на соревнованиях наш представитель делает свою работу и благодарит нас, когда на него одевают медаль и флаг. Одним словом, отбор просто проходит, очень жесткий, хороший отбор. Ребята между собой спаррингуются, соревнуются, борются, дерутся, и потом уже выявляется уже более достойный. И после этого уже попадают на такие соревнования, как бы, ну, такого плана, как Казахстан, там, Азия и так далее. Александр, скажите, кто поддерживает вас на пути ваших достижений? Ну, кроме Дениса, естественно. Кто поддерживает, ну, поддерживает, у меня есть друг Вячеслав Отрощенко, вот, он мне всячески помогает, сам он бизнесмен, вот, и если касается денег там помочь, все всегда, как бы, без проблем, без всяких этих, всегда с удовольствием помогает мне. Ну, большое ему спасибо за такую помощь. Спасибо, потому что он на протяжении уже, я не знаю, больше, более 10 лет он мне помогает в этом плане. Поэтому очень большое спасибо ему, конечно. Хотелось бы сказать. Ну, как понимаю, ваши семьи тоже являются большим таким вот залогом ваших побед. Как говорится, не смог бы без борща Гагарин совершить свой высокий полет. Ну, да, семья, семья, конечно, ну, многие, конечно, как бы не понимают, члены семьи, что это для тебя важно. Ну, как бы, где-то, где-то молчат, где-то высказывают свое недовольство. А нет такой традиции у вас посвящать свою победу кому-то? Там, победу маме посвящаются, папе, ребенку. Вот я, я, да, вот мамы, мамы, папы, они не очень это все поддерживают. Потому что, ну, не каждому родителю понравится, что ребенка бьют по лицу. Ну, ребенок-то сдачи дает и защищается. Еще и привозит в копилку нашей Кустанавской области, нашего Казахстана, такое большое количество медалей. Спасибо вам большое, господа, за то, что сегодня вы были вместе с нами, за то, что поделились такой огромной важной радостью, как действительно вот урожайный год. Вам большое спасибо. Мы желаем, чтобы след... За то, что приглашаете нас, за то, что отмечаете наши победы. За все вам, конечно, спасибо. Мы всегда рады. Вас поздравить с Новым годом. Спасибо. Вас тоже с наступающим. Мы желаем, чтобы в 2018 году действительно в копилке ваш, Александр, и Кустанайской федерации по ЖЭК-ПЖЭКу было большое количество медалей разного номинала. Потому что они все действительно ценные, они все действительно важные. И побольше, конечно же, учеников перспективных, интересных. Напоминаю, что сегодня в гостях программы «Разбудильник» были Денис Плехов, тренер федерации ЖЭК-ПЖЭК Устанайской области, Александр Остапов, серебряный призер чемпионата мира по ЖЭК-ПЖЭК, чемпион Азии, чемпион Казахстана по ММА, обладатель Кубка Казахстана по ММА, чемпион Казахстана по боевому джиу-джитсу, победитель Кубка Казахстана по джиу-джитсу, победитель Кубка Казахстана по грэплингу. И много-много-много-много еще титулов есть у Александра. Ну, надеюсь, что эта встреча вас заинтересовала. Загуглите в интернете и прочтете все об этом настоящем герое. Обещаю, будет интересно. Ну что ж, с вами программа «Разбудильник» не прощается. Оставайтесь на телеканале Аллау. Всем еще раз доброе утро.